Зерус могут его спокойно взять, либо же рассчитывать на то, что его не пили. Ну они думают. Ну нет, ЭКО надо банить. Забанили. Маукайчик открыт. Маукайчик будет брать. Кстати, какой у него получается винрейт? У него был 1-3. Плюс не выбрался. Да, он не выбрался, потому что сейчас японцы проиграли. То есть там у него кто-то ню... Там ХР выиграли на Маукайе, а японцы еще кто-то там проиграл. Вот так себе. Там может быть 2-4, 2-5. Зерус Гейминг решает кое-что скопировать у своих северных братьев. Ну, за сегодня 3 ферст пикала Алистара вроде бы. Да. Интересно, вот почему так действует? То есть неужели Алистар это прям такая панацея, прям такое лекарство против всего? Они еще не отошли там 3 патча назад, Алистара пикались, вот продолжают пикать. Даже записи игры смотрели там, ЛКС-а. Пятая неделя, четвертая. Ну, может быть. Там, кстати, я не помню, Алистар ферст пикался? Алистар ферст пикался в прошлой игре, а вот... Я имею в виду в ЛСС и тогда на... Часто очень, да? Там Алистар калиста все время забиралась. Либо первая ротация, ну, точнее, на ферст пике Алистара любили брать. И тогда уже калисту не отдавали, да? Ну да. Либо наоборот, там брали на ферст пик калисту, и тогда там Алистара просто не отдавали. То, что иначе это основная комба была. Ну, там трэш был еще с Калистой хорош в те времена. Ну да, вот это очень мерзкая связка, когда Калисту ультует трэша, он прыгает назад, а потом вытягивает Калисту. Ну, там много всего есть интересного. Алистар, в ответ на Алистара, Маокай появляется от Сайгонов, плюс Грейвс в лес. Вот, кстати, Изерус, они у себя дома не пикали Алистара вообще. Он саппорт, он больше такой, на Дизенкевич работал, пассивненький. Жанна, Карма, Браун, защитные такие саппорты. Еще один был, один Траудов был, ну, это такое. А здесь он пикует прямо Алистара. Да, играют, ну, четко ориентируются на Алистара, при этом, насколько хорошо сейчас Ньюби на нем может отыграть, это вопрос. Вроде, Трандл от него был неплохой, я, кстати, вот не помню точно. Трандл? Трандл? У нас Изерус сегодня уже играли против Инс, да, Трандл от него был не самый, скажем так, плохой, но Инс эту игру выиграли. Ну, Утилус может появиться для Изерус Гейминг. О, Рексай, что-то прям. Вот это, кстати, Рексай мы не видели, это первый пик Рексай. Новенькая ВК тут, у-у-у, Зет от Варзона, будет интересненько, если это правда будет Зет. Ну, Зет в Блайнд Пик, эти тоже рискованно. Очень рискованно, то есть, в Зет в Блайнд Пик это, вот, Варзон, какой просто сел, такой вот, видите, прям там уже, так, рук и ручками там, там, чук-чук-чук-чук, потягивается там, разминочку делает. Миссу еще надо взять бы, вместо Зета. А че, Миссу как раз зайдет, Макай, бац, кушка, все, понеслась, понеслась. Врывается. То есть, тут Варзон, видимо, готов, ну, он оставит на вас пик, естественно, мидера, но там Кенч, кстати. Да, я не думаю, что ты районен. Сейчас стоит обсуждать, Зет, во-первых, понерфлен, если вообще он здесь будет пикнут. Зет, да, его понерфили, но... Он очень сильно занерфлен. Что-то из того, что, по сравнению с тем, что было 6,6, то есть, 6,7. Как ты думаешь, прям сильно занерфлен? Вообще кошмар. Прям ужас? Ужас. Прям нереальный. Я че-то с вами не особо согласен. Я тоже не особо согласен. Нерф неприятный, но не прям такой, что... 4 секунды на лень. Ну, если только контрпикать Зетом кого-то. А блайн пикать уж точно нет. Ну, блайн пикать, может, и не стоит, но... Ну, ладно, давайте не будем о Зеде, потому что всё равно он не появился. Может, его возьмут? Там Сома взяли. Сома взяли, да. Взяли там Кенча. Тут явно это на позицию поддержки. Чемпион. И появляется Люцен для Celebrity. Он уже играл сегодня на этом чемпионе. В принципе, в предыдущих играх. Ему дают Люцен, но он вперёд. А может, это Соломит и там Кенч? Как фейкер играл. Господи. Кстати... Заготовочка от Warzone. Да, к сожалению... Кстати, да когда Фейкер играл на Тамкенчу? Когда он только вышел. Да, только вышел? Да. То есть... Ну, Солокушечки. Солокушечки трейпасил. Ну, Фейкер вот всех новых чемпионов обхватывает Солоку, но на Роллин Соле уже играл на Солокушечку. На миде, так что... Да нет, не Тамкенчмид это. Да понятно, что не Тамкенчмид, просто... Это мог быть Тамкенчмид в случае, если бы у него не были понерфлены так сильно его уроны. То, что он единственный magic damage, и если соперник собирает magic resist, то все остальные четверо начинают так сильно бить. Ну, трое. И он сильный magic damage, вот это вот важный фактор. То есть здесь нет такого, что это какая-нибудь... Ну, окей, назовем Кармен, например. Да, но у нее много magic damage, но у Азир все-таки поболее будет. Ну да, Азир много дамажит по фронтлайну именно. То есть здесь фронтлайн собирает МРС. Здрасте. До свидания. Калисто начинает дамажить. Амрексайд кусается, поппи. Да. Смотри-ка, Лебланг может быть для Warzone. Я так полагаю, Warzone это прям какой-то жесткий ассасин игрок у Сайгон Джокерсов. Да, именно так. Он любит именно ассасинов. То есть мидлейн какой-нибудь Fizz. Гораздо в меньшей степени Twisted Fate. Zed, которого он подумал пикать. Это все чемпионы, которых Warzone играл. Именно Сайгон Джокерс использовали его для этого. Лебланг любит плохим пиком. Там Алистар может выкидывать, поппи кастует вэшку. Рексай еще может подкинуть. Да, Лебланг опасный. Это неуверенно, как-то они ее взяли. Трудно ее реализовать будет. Кстати, Isorus они взяли своего мейна на топ, своего мейна в лес, своего мейна на мид. Но бутлейн полностью новый. То есть они первый раз его пикают за финал-семифинал. Интересно будет на это посмотреть. Только, пожалуйста, свапните так, чтобы... Азир у нас был на миде, а не Рексай. Ага, они все-таки смогут, надеюсь, это сделать. Интересный сетап у Isorus Gaming получается, что он рассчитывает на то, что они будут стоять на одном месте и дамажить все. То есть чем дольше длится бой, тем для Isorus, тем это выгоднее. Ну просто по Азиру протектить и все. Он получает себе предмет и делерись. И ему в принципе не должно быть проблем в этом сетапе. Это, кстати, повторяется тоже. Сетап у сегодня был уже два раза, только меняются Джанглер и мидер и все. А все остальное то же самое. Поппи на топе или Старкалисты. Да, Поппи хороша. То есть, как мы уже обсуждали, она ослабилась. Там за счет рейнджей, то есть ее вот... Ну как... Возможность размениваться лучше на ней. Сложнее реализовывать ее стало. Сложнее реализовывать, может быть. Так, да. Но эффективность ее не сильно упала. То есть она по-прежнему сильна, она по-прежнему имеет свою Вэшку, которая достаточно сильная. Ее Q дамажит процентным уроном от Макс ХП. Это тоже полезно для такого фронтлайн чемпиона. И ульта, кстати. У нее точно так же продолжает работать. Это достаточно хорошо. И Поппи может себя реализовать в этой игре. Комбинация с Рексай именно так, чтобы драться два на два. Наверное, рискованное решение будет здесь. Не всегда эффективное. Но с другой стороны Азир и то, как могут Рексай и Поппи играть через Азира, мне кажется, тут большой потенциал. Как минимум, чтобы он не был позади. Да. Это такой win conditions. Но как ты поможешь Азиру выйти вперед, если там Лебланка? А у тебя Рексайк? Лебланк прыгает, выходит Рексайк и все. Ну, а Лебланк возвращается назад и все. Ну, Рексайк прыгает туда, куда Лебланк может возвратиться. Если Лебланк пойдет вперед, то Азир просто солдатами затыкает. Не, ну это прям уже очень сложно на самом деле. Вообще, изначально, давным-давно Азир контрил Лебланку. Потому что Лебланк прыгает, а он солдатами бьет с автоатаки. И Лебланк дает свой прокаст, и он просто тыкает, тыкает, тыкает. Да, и если что, Ешка там не улететь может. Ну да. Ну да. Ну раньше Ешка подцепляла офисы на прошлое дает. Да. Ну что же, дорогие дамы и господа, давайте перелетать в игру Сайгон Джокерс против Изарус Гейминг. Давайте смотреть, что произойдет в этом матче. Смогут ли Сайгоны удержаться на верхней строчке, на топ-1 строчке. Ну, топ-1-2. Поделить ее с командой Хардрэндом. Да. Или все-таки Изарус здесь возьмут вверх. Посмотрим. Ну, только мы, кстати, обсуждали Ликрита и то, как он задает моду на этом турнире. Там Кенч. И там Кенч, пожалуйста, вот еще один чемпион. Если это действительно заготовка от Сайгона Гуджокерс, то есть не какой-то быстро натренированный пик, а стабильный, который они уже использовали. Я просто смотрел их драфты под конец Вьетнамской лиги и на ГПЛ. Там Кенч там не было. Но это неудивительно, потому что Там Кенч в целом ослабленный сейчас саппорт. Да. Там Кенч много раз был занервен, но на самом деле его эффективность упала не так уж сильно. То есть главные его плюсы это, во-первых, W. Которую он вытягивает из контроля. Да, то есть можно съесть противника и дать процентный урон. Тоже неплохой весьма. Его сила это стан с языка, который тоже не понерфили. Ну, тут меньше степени. Сейчас таки висят не 7 секунд с языка опять. Но тут другая тема. Там Кенч показали довольно рано на второй ротации драфта от Сайгона Гуджокерс. То есть не в самом конце, не ласт пиком. И этим самым, я думаю, что заставили Изерус Гейминг отказаться от какого-нибудь Райза на миде, который бы вписался в кейч сетап. Поэтому мне кажется, что Там Кенч здесь не самый эффективный выбор. То есть кого он будет спасать. Когда ситуация такая, что Изерус Гейминг выкидывает, допустим, с помощью Поппи одну цель, выкидывает Азиром контроль в другую. И просто стоят на месте. И чем дольше длится бой, тем лучше для них. Там Кенч может съедать и противника, так что это тоже. А это несколько сложнее в условиях командных сражений делать. Когда как. Тут зависит от сражения, как оно проходит. То есть если его инициирует Сайгон Джокерс, то, я думаю, время у Там Кенча набить стаки будет. Ну, вышку первого уровня. Ребята из Изерус убивают на порядок быстрее, чем это делает Сайгон Джокерс. Большая волна есть. Кстати, прям аномально быстро забирают ее Изерус. В отличие от Сайгонов. И не исключено, что Изерус даже свою смогут защитить. Насколько... Не, вряд ли. Там нам должно тоже упасть. Да, скорее всего упадет. Прэнк просто уничтожает фарм. В последний момент добивается. Да, заходит на ЕМП. Сейчас он сразу же флешится. Эфириал членд Варзона проходит. Но у Варзона нету маны вообще. Барьер прожимается. Этим ЕМП играет по Варзону. Варзон ставит First Blood, но при этом сам выживает. У него осталось так мало здоровья, и он должен был умирать. Если бы только не Данжерс Гейм, которая прокнула и восстановила его здоровье. Но он бы не умер. То есть там был ИХП. Но там могли миньон на него сагриться. Непонятно, где был Лесник как раз-таки. Там Рик Сай заезжал. Но факт, что Рик Сай находился в другой части карты. Это дело для Сайгон Джокерс неизвестно. Что важно отметить также в этой игре, что Сайгон Джокерс инициировали свап. И не было блайнд-свапа от Изерус Гейминг. Для них это выгодно. По той простой причине, что свап они отыгрывают. Именно сама инициация свапа от них плохая. Но на свап от противника они вроде отвечают адекватно. Обе команды, по-моему, отлично отыграли. Свап сейчас, я не заметил, может быть, не обратил внимания, но вроде я не заметил никаких минусов в свапе. В том-то и дело. То, что раньше, вот в первых играх, которые вы смотрели от Изерус, они плохо проводили свап, допускали какие-то микро ошибки, да? Где-то башню вовремя не добили, где-то отступили, где-то позвали лесника, когда это не нужно было делать. Сейчас они башню забрали быстро, но отдали килл на миде. Я бы сказал так. Свапы — это практика. Это самое важное. То есть свапать... О, хорошо играет по ЕМП. Сейчас заходит дальше. Варзон снова попадает в период чейнс. ЕМП еле живет. Хорошо ушел. Но его очень жестко давят на мидлейне. Приходит Ро, с флэша играет Маукай. Сайгон Джокерс очень много сил бросает на то, чтобы этого Азира ликвидировать. И оставить его позади. Да, самое главное — оставить Азира без фарма, не дать ему собрать предмет. Потому что, как верно заметил Фомка, если будут играть из Росгейминг от Азира, от того, когда он там соберет 2-3 предмета, все, Сайгон Джокерс вряд ли это выиграет так легко. Сейчас у них есть преимущество. Реализовать его, накопить за счет свапа, а потом реализовывать за счет движена и вылавливать где-то цели. Или, возможно, наоборот. Сражаться, строить свою игру от каких-нибудь Герольдов, от драконов. Тут драконы вряд ли будут прилететь. Да, на таймере шестая минута. Вышки падают первые. То есть сейчас должна упасть вышка на топ-лейне у команды Сайгон Джокерс. Хотя, может, и не упадет, потому что Маукай уже подходит. Я хотел сказать о том, что практика свапов очень важна. И видно, что хард-рандомы, у них реально практика огромная на свапах. В то время, как мы уже много раз утверждали, практики свапов у других команд нет. И вот здесь они практикуют. И уже ко второму дню свапают гораздо лучше. Чтобы к четвертому, я думаю, что вообще уступать ХР не будут команды по свапу. Но тут слишком уже... Почему? Ну, за четыре дня невозможно получить опыт, который команда тренировала в течение... Ну, Эмиракл месяц сдала. Когда были ланы в Киеве тогда... Да ради бога, ну, пощадите этого Азира. Снова заходит на него. Но он хорошо уходит. А в очередной раз с ЕМП легко избегает здесь проблем. Ну, скоро барьер откатится. Поэтому он сможет чуть-чуть посвободнее играть. Сагон Джекес очень много ресурсов потратили на то, чтобы геймпить этого Азира. И результат пока что не такой ярко выражен. Десять минюнов преимущества. Это Леблан с киллом, если она это не рисует. Ох, телепорт идет на портал этой. Рексай прибивает к стене Селебрити. Это будет убийство. В пользу ICG очень круто сыграно. Селебрити нужно было моментально флешиться. И надеяться, что там Кенич тоже подфлешится и съест его. Тогда можно было спасти Адекэри. Да, но здесь недостаточно инициативно сыграли. А вот для ASG это возможность поломать вышку в Т2. Но нет, будет телепорт Маакая. Именно таким образом из Русгейминг выбили телепорт из Маакая. Телепорта на миде нет. И ситуация уравнивается. Если Боби реализовала свой телепорт активно, чтобы, скажем так, создать какой-то прессик на карте, то Роу делал его в качестве реакции на забравшихся противников. Сайгон Джолкин сбивает Дрейка достаточно быстро. Скорее всего, его заберут без всяких проблем. Хоть и Изурус изначально по инициативе ввели, да, они убили Люциана, они были как-то впереди, но Дрейка забрать им не удалось. Небольшое преимущество на миде, чуть-чуть на верхней линии и весьма приятное преимущество под обитым миньоном у Грейс. Да, 32 на 21. Пока Рексай отстает немного. Но, кстати, Рексай и Грейс сейчас играют через красный смайт. И я, честно говоря, на Wildcard турнире, ох, поиграет по EMP. EMP должен отвечать сейчас Warzone, и неплохо пробивает Лебланк в ответ. Даже пассивку снимает. Да, 40% от КП остается у Warzone. Я не обращал внимания. Все лесники, мне кажется, покупали классические предметы на лесника, на Warzone. То есть я не видел такого, чтобы красный смайт использовали. В этой же игре красный смайт и с обеих сторон. Киндред, на Киндред покупает красный смайт. На Грейса покупает, то есть именно на стрелков, которые сейчас в лесу используются. В чем преимущество? Потому что Киндред и Грейс все еще являясь стрелками. То есть дополнительные 20% снижения урона с Челленджинг смайта по одной цели. Такой, своего рода, мини-экзост. Зачем Челленджинг смайт Рексай? Хороший вопрос. Потому что она уже купила Синдерхалк, если бы она пошла в Warzone, это бы имело смысл. Здесь играют хорошо, Ньюби, кстати, выталкивает. Так что Пулверайз по двоим игрокам пройдет. Селебрити очень много здоровья теряет. Тут же появляется Клатос, может выйти на ганг. Опасный момент для Сайгон Джокерс. Но Рексай не пойдет вперед. Опасность в виде либланка Грифсона направляется сюда. И здесь главное не умереть из Русгейминга. Но не должны. Рисковали снова много времени потратить Сайгон Джокерс. Они и так постоянно действуют с целью кого-то из команды из Русгейминга ставить позади. Поэтому тут нужно максимально эффективное использование своего времени. Пока что Сайгон Джокерс действительно использует время с толком, с чувством и расстановкой. Азир остался без целой волны миньонов. Потому что Warzone вовремя вернулся на мид. И не стал тратить время на боте. Да. Чизо, как и из Русгейминга, сейчас хотят сделать. Посмотрим, что получится. Здесь Тамп Кенч. Зикро, мне кажется, слишком... Играет с огнем, но тут Celebrity поставит лимбард. Не удается ни обе прыгнуть в своем веку комбо. И в итоге команда из Русгейминга должна отойти. Внутреннее противостояние из Русгейминга опаснее играть, потому что это Рексай. Ну, они идут вперед. Хотя, можно по Тамп Кенчу? Ультимейт. Нет, по двоим здесь будет подкидывание по одному. Только отфлешивается хорошо Celebrity. Сразу же съедает Тамп Кенч своего союзника. Но Цу может умереть. Ультимейт от Азира. Выкидывает Тамп Кенч и должны его убить. Хороший ультимейт от Люциана. Декалинг дал достаточно много урона, но этого недостаточно. И это второе убийство для из Русгейминга. Тамп Кенч отъехал. Он пожертвовал собой, чтобы спасти Грейса. Стоило того или нет? Наверное, стоило. Все-таки Грейсу лучше сейчас будет пофармить. И выйти еще вперед на Дриксай, чем он бы сейчас отъехал, а Тамп Кенч выжил. На 12-й минут на таймере. Разница по золотым сократилась. И составляет всего лишь три сотни золотых. Сайгон Джокерс вначале получили преимущество. Ввели немного, но все возвращается на круги своя. И более-менее наравне обе команды держатся. ЕМП не успевает восстановиться. 10-13. Он сейчас миньонов. Ну старается, на самом деле, ЕМП у него... Не, а ты кривой тоже исходя из ситуации. Прям реально круто. Дабл Сиджил оф майля здесь дают. Много, конечно, проблем у Азира в этой игре. Но он держится действительно молодцом по Роу. Играет, флешится за Роу. И нусует флеш. Это тоже важный момент. То есть изурус гейминг, они видят возможность, они ее используют, стараются максимум. Им необходимо это сделать, особенно для Каллисты. Дело вот в чем. При свапе линии за Икро не купил себе уничтожитель. И Люцен почти свой уничтожитель настакал. Поэтому он соберет похитили сущность. И сразу же пойдет кусочек следующего предмета. Время какое, если будет какого-то. Теперь Л-Чейнс, ИМП разворачивается, пытается играть по Warzone, кидает свой барьер. Флешится, должен выжить. Не хватит Игнайта. Еще и хиллпод прожал. Да, тут, видимо, ИМП пытался закинуть Леблан под башню. Но за места имел все сплыли и понял, что ультимейтам уже никого не откинет. Да. Попытка хорошая. Точнее, задумка. Задумка хорошая, реализация, увы, подкачала. Да, на Роу снова заходит. О, забоедились. Ой-ой-ой. Здесь ультимейт сразу же проходит Талистара, но рядом еще и Джин Кей. Будет подкидывание по двоим. Нет, Ньюби не успел дать Пулверайз. Выкидывается Хэтбата. Забирают Роу. Урона достаточно было от копии Калиста. И вот этот рэнд взрывается. Здесь, конечно, Ньюби должен умереть. У него нет опции на эскейп. И это даблкил для Грейса. Это еще сильнее Грейса выводит вперед. У него закончен уже ботинок. Риксай начинает отставать. И Риксай будет таким, знаешь, фронтлейном, у которого очень мало контроля. Только подбрасывание. Поэтому Клатосу нужно будет себя очень хорошо показывать в симфайтах. У Грейса же урона появляется уйма. И возможно сейчас... Ультимейт от Селебрити. Подбрасывание идет от Клатоса. Селебрити 40% здоровья потерял. И... Осторожно отыгрывают на данный момент. И скорее отвечают на агрессию Изурус Гейминг пока что. Изурус Гейминг нужна эта агрессия. Потому что если они не возьмут убийство, если они не выйдут вперед, то по золоту они начнут неизбежно отставать. Просто сетап у них такой. Не фармящий Риксай. И уже просевшие по... Как много заходит на Варзон. Его прибивают к стене. Подходит дальше за Икро. Варзон должен умереть. Ой-ой-ой. Цу спасает его. Здесь попыточка будет еще одна. Но Изурус Гейминг... Ох, как хорошо! Хорошо выкидывает один двоих игроков. Им некуда идти. Умирают Ункейт. И тут дальше по Цу. Добить Изурус Гейминг. Еще минус 2. И эта игра совершенно... Как-то... Я не знаю. Это дезориентация полная. Магия синей стороны. Я это назову так. Потому что сейчас Изурус Гейминг почувствовали силу. Они нашли момент, где эту силу могут они приложить. И правильно реализовали сильную сторону Азира. Они расконтролили, разделили бой. Выкинули двух противников. Конечно, было бы хорошо, чтобы еще и Варзон отъехал. Но его спас в последнее мгновение там кенч. Да. Башня на первом уровне на миде падает. Получает снова команда Изурус Гейминг определенное преимущество. Интересно то, что Азир то ли испугался, то ли решил просто поставить эту башню. То есть... На отступление? Да, на отступление. Мне просто показалось, что возможно они опасались, что Маакай в спиду зайдет. Ладно. Просто башня от Азира сейчас была использована немного зря. Сайгон Джокер сыграет по дрейкам. Эта игра явно не будет изи стомпом за 20 минут. И даже каким-то там средним стомпом за 30. Так что игра обещает быть интересной. Мы считали Сайгон Джокерс фаворитами. И пока что их фаворитизм заключается в перефармливании оппонента. Это безусловно важно. Но Азирус Гейминг, если их сетап выходит по золоту вперед, по убийствам вперед. И золото отдачивается в нужных руках. То есть не на Риксае какой-нибудь, а вот например на той же Калисте. То Азирус Гейминг вполне могут это выиграть. Да, по Сейгра играет Рос. Очень много урона пролетает по Калисте, она падает. И тут нельзя подставляться. Кстати, счет 5-4, но команда Сайгон Джокерс ведет по золоту. Это своего рода качели. То в одну сторону, то в другую. Но, к сожалению, Дрюс Гейминг играют из отставания в целом. Но этот матч они недостаточно хорошо фармят. Но если Азира бы так не закемпили, если бы Калиста купила уничтожитель и спокойно добивала миньонов, то сейчас из Росгейминг могли бы иметь чуть больший запас на какие-то ошибки. Вот наподобие того, что сейчас сделал Зикро. Почему его вообще поймали? Не было достаточного вижена. То золото, которое от фарма из Росгейминг могли бы получить, они могли бы потратить именно тотемы и прикрыть свои линии. 17 минуты уже в игре. Фармфест на всех фронтах продолжается. 143 на 108 между Адекер и Люцин явно впереди. Но насколько это преимущество ему скажется в командных сражениях? Это предстоит узнать. С другой стороны, у Калиста есть два убийства и два содействия, что приносит ей хорошую голду. Прайд. Хорошо использует W, не позволяет Варзону прыгнуть с дисторшена. Талкивает его сразу. Герольт на Celebrity, но у Сайгон Джокерс будут проблемы с тем, чтобы забрать мид. Нужно что-то придумать с Азиром, а Азир не хочет, чтобы они что-то придумывали. Потихоньку восстанавливается. Аутпуш, кстати, у обеих команд очень зябкий такой. Ну, просто требуется все скиллы прожимать, чтобы запушить. Да, Варзон играет с Double Seed of Malice по EMP, во время подходит пачка миньонов, не дает возможности сыграть в Feral Chain. Хороший очень группинг от Сайгон Джокерс. Коул здесь ровный, Сайгон Джокерс легко забирает вышку первого уровня и зарабатывает преимущество по золотым. Да, они хорошо реализовали взятого Герольда, а теперь из Русгейминг с верхней линии надо отступать. У них недостаточно вижена воене красного бафа на подступах и, в принципе, во вражеском лесу. Это тоже промок со стороны, потому что они забрали P1 на мидлейне и, по идее, должны были инвейдить. То есть не идти по линии втроем, а инвейдить втроем вражеский лес, чтобы расставить тотемы. Недооценивали, мне кажется, Сайгон Джокерс из Русгейминга, сейчас это им аукается. Но при этом сейчас Сайгон Джокерс вышли в лидеры по золоту и продолжают здесь диктовать условия, какие им хочется. Если бы у Поппи был закуп, как в прошлой игре, я думаю, что здесь из Русгейминга должны были уже втаптывать Сайгон Джокерс, именно навязывать командные сражения, но игра более-менее ровная. Герольдов в этой игре уже не будет. Оба дракона в первые 20 минут были забраны Сайгон Джокерс. Так что сейчас такой, знаешь, момент истины. То есть точка, в которой, скорее всего, игра должна наклониться в одну сторону, и больше не будет таких коротких перепадов, то в одну, то в другую, по золоту. Да, не должно быть. Азир 0.1.3, кстати. У него уже есть скиптор пустоты, он же обисал скиптор и заготовка под нашу рту через жало. Эти два предмета обеспечивают Азиров всем ему необходимым. Нужен, конечно, еще третий предмет, какой-нибудь Джоник, который даст ему выживаемость. Интересно, что Леблан, пользуясь своим преимуществом на линии, пошла в Морелку, то есть пошла в КДР, не стала собирать собственные Абитсу. Ну, кстати, КДР билды не так уж и плохи. Они не плохи, спора нет. Просто с Авислом до того, как Азир закончил свой, Леблан могла его продолжать убивать. Я бы скорее поставил акцент на то, что у команды из Урсгейминг очень мало магического урона, то есть кроме Азира никто не вносит магический. Во-вторых... Ну, а что ему собирать против Леблан? Для команды... Нет. Не против Лебланка, за Лебланк против Азира. А. Мы об одном этом же чемпионе говорили. Я думал, что ты говоришь про Азира и почему ему не стоило собирать. Я говорю про Лебланк, почему Морелла лучше? Ох, здесь инициация пошла от Изурусгейминг, хорошо выкидывают Ро, при этом Аокай разворачивается, идет лист адвансом по ЕМП, его снимает Варзон, выкидывает хэтбатом Варзона Ньюби. Почему они не спешли играть по Морелку? Рокерс продолжит, Джин Кей может развернуться, урон по Зайкро, раскидывает копьями здесь Варзон и попадает Эфирил Чейнзом, пробивает к стене очень сильно, плохие дела, Джин Кей вынужден отступить, ультимейт проходит от Люциана, разворачивается дальше, Ньюби проседает по здоровью, у него ультимейт подходит к концу, его заберут в итоге и вышки на топ-лейне нет, можно продолжать играть по Изурусгейминг, пытаться их заловить. Идут играть, ультимейт там Кенча, появляется здесь вместе с Ро, Зайкро под замедлением, его заберут, 220 очередной, или бланк минус, Калисто упала, Прайд тоже, скорее всего, умрет, Джин Кей удается забрать, но при этом Клатос вместе с Прайдом будут, скорее всего, уничтожены здесь, и это неофициальное экстерминио. Да, почти есть, потому что и МП за время боя успел воскреснуть. Ну, с этого Селебрити вместе с Там Кенчем могут запушить мидлейнфо при, могут забрать еще одного фри-дракона, но на этом все, то есть объектов на карте просто минимум, которые можно вдвоем-троем забрать. Да, но дракон достаточно, кстати, бонус, который можно получить после победы в такой драке, а дракон третий для Сайгун Джокерс, между прочим. Ну, им нужно вначале бэкнуться и лучше идти всей командой, то есть лесник умер у них. Третий дракон на 22-й минуте, это найс. Да, вполне, то есть тридцатый, вполне Сайгун Джокерс могут от этого играть. Но нужно ли им это делать? Почему нет? Сейчас Изурус Гейминг подставляется постоянно и не выглядит каким-то серьезным оппонентом. Ну, я бы не стал списывать Изурус Гейминг со счетов, они продемонстрировали ряд очень хороших действий в рамках этого матча. В ранней игре, но в командных сражениях они тебя что-то очень плохо показывают. Я бы не сказал, что прям плохо показывают, они теряются. Если они не будут теряться, то они могут драки выигрывать. Здесь ждет Клатос, попытается ворваться, не хочет отдавать Дрейка. Здесь очень много здоровья теряет дракон в кратчайшие сроки. Его забирают лесник с Айгун Джокерс и в итоге три Дрейка. Я даже не смайтил, просто с автоатаки добил упор. Это странно. Я даже немножко удивился, поэтому сказал. Почему говорю, что Изурус Гейминг плохо показались в командных сражениях? Азир ультанул Макая, выкинул ее на Калисту. Калист в панике начала от него отпрыгивать. И все это время Джинкей на своем игре все стоял и дамажил. Его игнорировали очень долго. Когда наконец-то по нему Калисту стал отпинговать, как сумасшедший, и преследовать, Джинкей просто съел там кинч, и все, фокус был провален. Да. Таких ошибок не могут позволить себе Изурус Гейминг, если они планируют выигрывать. Фокус очень важен по ЕМП, пошел прокаст, и ой, Джинкей, скорее всего, заберут. Ничего здесь не поможет. Ультимейт идет от Люциана, The Culling, и Warzone пропрыгивает дабл-дестор, что ему хочется продамажить игроков команды Изурус Гейминг. Но Изурусы сами, в ответ, очень хорошо здесь подействовали. Они уничтожили Грейвса, и без Джинкея будет не так просто. Нужно больше тотемов во вражеском лесу. Здесь, конечно, ситуация такая, что у обеих команд вторая линия обороны полностью стоит. То есть они могут бегать вроде по всей карте. Но контроль по Вижену необходим, если Изурус Гейминг хотят выйти вперед. Да. ЕМП выфармливает волков потихонечку. Наконец-то он может это делать. И у него есть преимущество по убитым монстрам, миньонам. Точнее. Отходит Прайд, пытается избежать смерти всеми силами. Филл Чейнс в Warzone не попадает. И не доигрывает немножко Сайгона. Но в целом Прайда при такой ситуации лучше вообще уже не чейзить. Да, безусловно. Это Поппи. У нее есть два предмета. Есть третьи ботинки. Не успеет никто Поппи зафоловить. Поппи заманит в вражеский лес. И там может произойти все, что угодно. Азир, кстати, обогнал Леблан по фарму и закончил два предмета. Как только появится третий, в принципе, здесь уже Изурус Гейминг должны навязывать командные сражения. У них будет сильная Поппи. У Поппи, на тот момент, скорее всего, будет только шин дополнительно. Может, сейчас появится. И Поппи не позволит план в бою делать что-то существенное. Очень странный предмет у Макая. Макая, Фрозенхард плюс Санфайр. То есть он айтемизируется в максимум здоровья и максимум броней. Нет, Фрозенхард. Все. Я сейчас подумал, что Фрозенхард действительно здесь очень хорошо заходит. О, ультимейт проходит отцу. Так, что они будут делать? И пытаются взять сники Барона. Интересное решение. Господь, Серебрити, что ты делаешь? Барон потихонечку падает. Его ультует сейчас Люцин. Вот это грязь просто от Сайгона. Да, Сайгон очень хотят от этого Барона. И, скорее всего, его заберут. Только сейчас туда двигается Изурус Гейминг. Бигует, Клатос. Клатос заметил. Нужно врываться. Если врываться, то прямо сейчас не видно, сколько Барона его уже забирает. Команда Сайгон Джокер заняться. Пошла. Клатоса пробивают очень сильно. Прайм тут как тут. Играет своего героя. Чарджер. Тут Азир убивает Лебланку. И присоединяется к этой драке. Здесь все игроки команды Сайгон Джокер смогут попасть в Дисеребрити. Зажат. Барон пяти его заберут. Даблкилл будет для Азира. Играет по Люцину. Дальше. Малф Малморти спрохует у Грейвса. Он все-таки уходит целеньким, живеньким из воды. Ну, размен 3 в 0 в пользу команды Изурус Гейминг. Хорошая драка на обороне для них. Да, они упустили Сникина Шора, но при этом удалось им поубивать игроков команды Сайгон Джокерс. И если сейчас Изурус Гейминг заберут с этого Т2 на миде, то они в свой урод даже выйдут в плюс. Да, по золоту они все еще отстают. Но они уничтожили большую часть барон бафа. И возможно сейчас уничтожат еще больше. Хорошо сыграли здесь по Джинке и снесут его моментально. Дополнительное убийство. Очень хорошо. Можно уничтожать вышку второго уровня. Может быть сторону здесь, ну, вышку Т3 точнее не снесут. Нужно отступать. Но в любом случае это дополнительная башня, которая в любом... Ну, которая все равно принесет денег. Да, и посмотри по деньгам. Почти полностью сравнялись Изурус Гейминг. Если еще минуту назад они отставали на 3000, до этого отставали на 5, то теперь игра почти ровная. Да, Сайгон все равно еще впереди, но не так уже существенно. Отставание, которое никак не удастся пофиксить, это отставание Калисты под обитым миньоном. Тут минус 50. Почти нереально отыграться. Нужно в серебрите АФК постоять, чтобы Калисты начала добивать. Но у Калисты нормальные уже предметы. То есть у нее есть Поверспайк, есть Поверспайк у Люциана. Но если Люциана в каждом бою убивать, впечатывать стену, то его Поверспайк он никак не сможет реализовать. Падает вышка Азира. Команде Изурус, конечно, нужно максимум вижена создавать в чужом лесу уже. Пытаться захватить инициативу там, где это возможно. Два на шорбаф по-прежнему есть у Сайгон Джокерсов. Нужно проявить осторожность, не потерять вышки ни в коем случае. О, Хазир уроном много вносит. Неприятный такой чемпион для Сайгон Джокерсов. Ньюби на себя берет ультимейт Люциана. Мне кажется, очень сильно сейчас рисковали Сайгон. Сами того не понимая. У них был лишь тотем на строклювах. И они в наглую чуть ли не пятером шли на Т2 на миде. При этом это единственный вард на карте у них во вражеской половине леса. Хорошо, что я отступил. Ну что ж, сейчас потихонечку запушивается средняя линия. Калисто представляет уже угрозу на данный момент. При двух, уже даже трех предметах. Ну, двух с половиной, ладно. Калисто будет вносить солидный урон. То есть, Блэйтов с Рюнки на процент урона текущего ХП. Это, разумеется, Рунан, когда Калисто бьет по трем целям одновременно. И раскидывает свои опья. Ой, пошла инициация. Ульта от Калисто. Прыгивает Алистар. Подбрасывание под моим спулверайзом. Выкидывает хедбатом Грейвса. Здесь же появляется Поппи. Никто уже не уйдет из этой W. Умирает Грейв слишком быстро. Играют дальше по Тамкенчу. Проблемы серьезные у команды. Сайгон Джокер сможет упасть Тамкенч. Прыгает героик чарджем здесь Поппи. Подбрасывает серебрити. Играют вперед. Изу Русгейминг. И 14-9 общий счет. Изу Русгейминг практически полностью сравнялись по золотым. Но несмотря на преимущество по количеству убийств. Они все еще эту игру не выигрывают. Но они берут для себя первого дракона. Чем очень сильно отрезают дальнейший разгон для Сайгон Джокерс. Сайгон Джокерс теперь потеряли то преимущество, которое давало им победу в лейтгейме. Это стаки драконов. То есть пятый стак. Битва за пятый стак. Битва за четвертый. Битву за четвертый они по факту сейчас проиграли. На верхнюю линию, где было много минюнов, отправляет Зейк Рош. Чтобы он хоть немного восстановился. Ну или не отставал еще больше, чем есть сейчас. Так что жизнь налаживается у Изу Русгейминг. Особенно у Азира, у которого скоро будет судеб по предметам Рободон. Да. Однако Изу Русгейминг умеют удивлять. И даже Сайгоны, которые считались фаворитами, сейчас имеют шансы на поражение. Это по золоту игра очень близкая. Но если мы посмотрим на перемещение по карте, то все, чего не хватает Изу Русгейминг, это немного вижена во вражеском лесу. Вот совсем немного. И тогда они смогут чувствовать себя гораздо свободнее в принятии решений. Может быть, может быть. Пока нет Барона еще, кстати, не будет его минуты три. Это больше. Хотя минуты три, наверное, может быть, три с половиной. И это время нужно использовать с толком для АСЖ, потому что сейчас нечего брать. Нет объектов и нельзя потерять вышки. Потому что это единственная цель, за которой будут рваться здесь Сайгон Джокерс. А Сайгоны, да, они видят, что у них отставание на пять убийств. Но они, по-своему, понимают, что инициатива все-таки в их руках. И у них хороший достаточно сетап именно для того, чтобы какие-то устраивать небольшие сражения, в которых, например, нет того же Азира. И это может портить ситуацию несколько для Сайгонов. Интересно, решает сейчас из Росгейминг разыграть своих чемпионов. Они отправляют Калисто на топ. И это будет размен по Т2. Но Калисто, мне кажется, Т2 будет свою на топе очень медленно забирать. Ну, а Калисто здесь одна. Она вот здесь ее оставляет. Опасно. Ну, то есть, опасно. Кто ей помешает? Кто? У Макая нет телепорта. Такое ощущение, что просто телепорт Макая не за тайминг. Ну, может быть, боится, что не успеет в случае Вители Планка прихода. Ну, может быть. И у Тамкинча есть ульта тоже. Да, ульта. Опасно было, поэтому все абсолютно правильно делает Зейкера. За счет этого спорного, как выяснилось решение, Сайгун Джокерс получает свою четвертую башню. И все еще лидирует по золоту в этой игре. Да, по золоту у них все абсолютно в порядке. Ловит Прайда. Ультимейт проходит, выкидывает лица на телепорт. Отдает здесь Оппи. Мы, кстати, сразу же телепортироваться. Да. Контроль-то нет. Но, с другой стороны, выкинь Люциана и урона, который вносит этот стрелок, сразу уменьшается резко. Вот, смотри, сейчас появились ворды во вражеском лесу в верхней половине карты. У башни часть ХП миньоны просадили и нужно прямо сейчас забирать. Нам нужно брать вышки. Зейкера стреляет потихонечку. Алистар танкует вместе с Поппи. Должны убить вышку. И это еще одна башня для команды из Русгейминга. Не добили? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Должны, должны, должны. То есть это прям такое. Добивают. Зейкро. Получил в себя пару выстрелов от Люциана. Это гангстера с пистолета с серебрити. Урона вносит много. Нужно его опасаться. Все-таки грань бесконечности плюс похититель сущности и статик. Это хорошая композиция предметов. Ему не хватает только лайфстила. И где-то мы это уже видели. Да, оборона. Снова сники. Они видят. Но на этот раз из Русгейминга просто его не оттадут. Подходит сюда. Здесь уже Нюбия. Он врывается своим ваку-ком. Варзон летит вперед. ЕМП практически падает. Удается убить серебрити этого Азира. Живет серебрити. Хорошо хайти. Сейчас Риксай. Риксай принимает решение развернуться. Подкидывание было по трейм игрокам. Но этого недостаточно. Падает Риксай. Все плохо. Гон Джокер смогут сейчас эту игру выиграть. Если серебрити продолжит жить и будет убивать всех игроков. Занедут и мыло. Прайд минусует Люциана. Лебланг падает. Здесь Роу в месяц. Су убили Каллисту. И в итоге может умереть еще и Нюби. Потому что он получает небольшое замедление со смокскрина. Сайгон Джокерс идут вперед. И у них есть Маукай, который спокойно танчит вышку. Еще дальше. Здесь идут по правилу играть. Замедление было с языка. Не убьют Поппи. Это размен 4 в 2 в пользу команды Сайгон Джокерс. Они выигрывают драку. Это дает им возможность сейчас сыграть по ботлейну. Да, наверное. Но по барону самое главное сыграть они не смогут. Втроем они его просто не заберут на таком ХП. Нужно ждать кэрри. И уже что-то тогда раскрывать. Очень интересные бои происходят. И игра в целом крайне напряженная. Крайне неоднозначная. Все говорит о том, что Сайгон Джокерс должны были победить. И по драфту немного спорному. Но в целом весьма приятному. И по ранним действиям в их игре. Но из РСГ не хотят сдаваться просто так. И хотят получить хотя бы небольшой шанс вырваться в четверку лучших команд. Да. Это важно для Изрус Гейминг. При этом Сайгон Джокерс продолжает играть в свою игру. Разрушает ворды. Ведут такой полноценный контроль. У нас Барон, естественно, сейчас контеститься не будет. Потому что очень рискованно. Тотемы были расставлены Изрус Гейминг. Вначале нужно все их снять. При этом важно отметить то, что у Роу есть телепорт. Это означает, что Маакая нужно дать немного посплитпушить. Скоро будет Дракон. Этого Дракона, по идее, как раз-таки Изрус тоже должны забирать. Да. 16-13. Какая напряженная игра. 36 минут в матче. Ну, 35 минут, точнее, в матче. 36-я идет минута. И Изрус Гейминг все ищет возможности. Все двигается по карте в поиске вариантных решений. И ультимейт от Тамкенча прыгает сейчас на ботлайн. Кого попытается ловить за икро. Отходит в другую сторону. Калатовал дэмэдж. Пытается выжить за икро. Но красный баф его дожигает. Здесь кладз, точнее, смайт, по-моему, дожигает. Но неважно. Прайд играет по Джинкею. Здесь хороший урон проводит от Поппи. Войку комбо идет здесь от Ньюби. Но при этом было подкидывание с ультимейта Прайда. Поэтому не самое эффективное. Играет дальше по Джинкею. Пытается Поппи убить этого Грейвса. Но не тут-то было. Выявляется Тамкенч, который просто зажимает W. Грейвс выживает. Люсан идет дальше. Убьет Ньюби. Еще одно убийство в пользу команды Сайгон Джокерс. И они размениваются 3 в 0. И забирают четвертого дракона в свою пользу. Да. Это своего рода был бой за дракона. Только немного другой части карты. Четвертый дракон обеспечивает Сайгон Джокерс. Отличные шансы, что следующие 6 минут они обязательно навяжут из Росгейм бой на собственных условиях. В том месте, где они захотят и в том месте, где они сильны будут. То есть можно подготовить область вокруг дракона. А сейчас еще можно попробовать оформить и бароны. Ну и хотя бы забейтесь кого-то сюда прикинуть. Риск есть с этим бароном. Урон хороший. Азира проходит по Люсану. Понимают прекрасно из Росгейминг, что нужно контестить, нужно отгонять. Сайгон Джокерс в свою очередь понимает, что нужно отступать. У Селебрити нет ничего на магическое сопротивление. Ни Хикс Дринкера, ни КСС. КСС с него должен быть скорой, я думаю. Ну, возможно. Но в любом случае, это проблема. Решает из Росгейминг сейчас сами барона делать. Зикро немного танкует. ЕМП перетанковал уже. Да, у ЕМП слишком мало здоровья. ЦУ подходит сюда. Пытается взять барона. К сожалению, не видим, сколько ему у него здоровья. Но его грызут достаточно быстро. Ньюби подкидывает. Ой-ой-ой, заходит сюда Роу. Почти убили Азира. Но не получилось. Забирает синяя команда из Росгейминг. Все-таки этого барона на Шора живет дальше. Калисто умирает. Проходит. Играет прайд с ультимейта по Маокаю. Начинает фокусить Джинкей. Варзона тоже серьезно. Сан-Джокерсы здесь подставляются. Встревают слишком сильно. Могут поумирать Джинкей. Хорошо отыгрывает свою позицию. Забирает Поппи. Слишком много проблем у команды из Росгейминг в этой драке. Даблкил. Ставит Сайгон Джокерс. Падает еще и Азир. В итоге 20-16 счет в поле у Сайгон Джокерс. И из Росгейминг могут в этой игре уже не вернуться никак. Проблема сетапа из Росгейминг. У них только два кэри. У них нет возможности, если Азир просел, если Зикро убили, сделать по что-нибудь. Их три танка просто не пробивает фронтлейн Сайгонов. И сам Грейс, будучи весьма затанкованным, наносит еще уйму урона. Да. Продаль Т-2 вышка у команды ISG. Из Росгейминг. Так. Только здесь ситуация накалилась. Тут же все немножко подуспокоилось. Барон баф есть на стороне команды ISG. Как он будет реализован, как они будут действовать. Потому что барон у них, по-моему, всего два. Никак. То есть у них... Да, два... Два барон бафа, потому что прайда тоже убили. Осталось только на Клатосе и на Ньюбе. Три или Ньюбе тоже умер. Если Ньюбе тоже умер, то... Нет, подождая только на Клатосе. Посмотрим, может быть... Не, по-моему, Алистара остался. Ну, он уже закончился, по-моему. Не-не-не. Только-только его забрали. Снаблата все точно из барона. Просто проблема вот в чем. Я что-то посмотрел на Сайгун Джокер с такой... А, ой. Барон баф никак невозможно реализовать. Он, скорее, не позволит Сайгун Джокер что-то сделать. Ну, почему? Т2 можно попробовать снять. Это та вышка, которую очень сложно защитить. Да. Ну, не знаю. Стоит ли так рисковать? Вижена вообще нет. То есть идти вслепую, чтобы Т2 оформить. Вижена нет. Надо его проставить по-быстрому. То есть Алистара отправить в лес команды Сайгун Джокер, оставить ворды. И эти ворды будут как раз-таки давать понимание Сайгун Джокер, с чего им ждать. Потому что на данный момент они не видят передвижение. Нет, видят передвижение. Сиди обретить Джинкей и Цу. Они могут затрапать. Интересное решение. Ох, сейчас бы запрыгнуть Рик Сайг. Троех игроков Ро. При этом взрывает свой ультимейт. Впрыгивает вперед. Очень хорошо сыграл Лизтар. Подкинул троех игроков. Дальше раскручивает свой молот. Поппи выкидывает Люциана и пытается его добить. Калтерал дэвидж от Гриса был уже использован. Люциан минус. Играет. Продолжает бить всех вокруг. Зейк Ро раскачивает очень сильно. Его не могут забрать. Хорошая калиста здесь. Хороший исполнитель. Его пытаются уничтожить здесь. Но там Кетч уже умрет. Еще одно убийство в пользу команды Сайгон Джокер. Счет 20-18. В пользу Сайгона. Все еще Сайгоны ведут по золоту. Но они думают, что это надолго. Потому что из Росгейминг все выжили. Зейк Ро не удалось фокусить и убить. Почему? Потому что Варзона не было в бою. И ситуация, когда нет 4 на 4. То есть нет мидлейнеров. Из Росгейминг оказались сильнее. Это сторона для команды из Южной Латинской Америки. И хороший шанс игру попробовать закончить. Если они сейчас убьют Варзона. Да, они пытаются убить Варзона. Варзона использует свой Дисторшн. Давит очень агрессивно. Очень сильный из Росгейминг. Насколько они хотят сильно закончить эту игру. У них всего лишь... Точнее у команды Сайгон Джокер всего по 10 секунд с таймера на Люцианину, там Кенч. Поэтому излишняя агрессия здесь абсолютно ни к чему. Забрали ингибитор. Ну и нормально. Прикрывает ЕМП своей вышкой. Чтобы их точно не преследовали. Чтобы задержать немного противника. И все уходят на базу. Очень важный ключевой момент. Минута до пятого дракона для Сайгон Джокерс. Моментально нужно что-то сделать. Кладос приходит на нижнюю линию. Забирает этих миньонов. И нужно держать сломя голову. Защищать Дрейка номер пять. Потому что если Сайгона его забирает. И после этого идут атаковать лоб. У них есть очень хорошие шансы. Просто закончить игру. Да, это верно. Пять дракон стаков их даже очень часто ставят больше дороже, чем Барона. Причем Барона даже нет на карте. То есть здесь абсолютно не за что сражаться. Очень поздно бэкается Люци. Но на камугардах он должен успеть. Леблан уже бежит. Поздно бэкается Маакай. Успеет он или нет? Наверное с третьим ботинком можно что-то пробовать сделать. Глядя на место боя. Можно однозначно сказать, что не видят все подходы из Русгейминг. Не видят, что часть тотемов установлена уже противником в их лесу. Да, здесь пытаются сыграть Сайгон Джокерса. Отходит дальше из Русгейминг. Подбрасывание идет по Грейсу. Грейс тут же отфлэшивается. ТП пошел. Во фланг играет Поппи. Подкидывает здесь. Не дает пройти дальше. Варзон может умереть. Он неудачно спозиционировался. Один влог размен в пользу из Русгейминг. Они играют вперед. Подкидывание здесь есть. По Сайгонам играют очень сильно. Из Русгейминг продолжает движение. И Цу большой опасности. Исполит свою Ешку. Проходит дальше. Из Русгейминг впереди. Бол! Умереть Цу. Вау! Сколько урона проходит по бедняге Цу. Он почти погиб. Команда Из Русгейминг сияет пока что здесь с разменом один в один. Но смерть... Не хотят отдавать. Смерть Клатоса здесь не особо такая прям трагичная. В итоге команда все равно забрала дракона. Это самое главное было. Помимо убийства, которое они могли получить. Да, вообще плевать то, что сейчас Рексай умерла. Это никак не влияет на то, что происходит. А вот что? За икро, пожалуйста. За икро! Опасно. Сейчас он пытается раскидать. Крейс практически упал. Дальше идет за икро. Но тут уже иллюция. Но в итоге за икро не получится убить никого. Но это было неплохо. Это было очень неплохо. И такое ощущение, что, знаешь, Халисо-то надеялся, что там кинетит соло приедет к ней и просто подвезет ей Келецкий. Но не получилось. Не получилось. Не фортануло. Ситуация на карте. И в целом стапа такая. За икро с каждой минутой, по идее, становится слабее. Но слабее в коротких стычках. Чем дольше длится командное сражение, чем дольше за икро живет, тем сильнее Израс Гейминг. Тем больше шанс у них выиграть бой. У них есть три танка. И до последних десяти минут они плохо эти три танка реализовывали, чтобы защищать за икро. Пока жив Азир, пока жива Калисто, Сегон Джокер, скорее всего, не удастся вот эти вот прямые конфронтации 5 на 5 выигрывать. Да, хотя Лютсон впереди по фарму на Калисто супер сильно. То есть, но все равно тут уже, по-моему, шесть слотов практически. А тут уже без разницы, потому что действительно все уже собрали свои предметы, появляется барон. И очень удачно для Израс Гейминг складывается ситуация по объектам. Потому что если был бы одновременно барон и пятый дракон, можно было бы ошибиться. Здесь все очевидно. То есть одна цель, вокруг нее надо играть. Да, и это пока что делает ICG, Израс Гейминг. Расставляет свой обзор, ликвидирует обзор команды Сайгон Джокерс. Посмотрим, что они сделают. Инициирует барона Люцан. Случайно. Нет, это специально. А, Люцан кинул, да? Я просто думал, что это заделал Кландос. Кландоса, кстати, смотри. По старинке Сайгстон на леснике. Ну и здесь пытаются забрать вышку. Должен ее взять. Джин Кей при этом Кландоса отгоняют немного. Инициация пошла. За Икро. Врывается Ньюби, кидает пулвера из флеша. Выкидывает сразу там Кейджи. Сам подставляется очень сильный. Слишком поздно нажал свой ультимейт. Его должны убить. Килл в пользу. Варзона играют дальше. Здесь Роу опасности. По нему замедление цернда. Проходит дальше. Изрус Гейминг бьют больно. Но этого мало. И размен один в ноль. Изрус Гейминг пытаются сыграть дальше. И могут попытаться взять барона. Но без суппорта. 4 на 5. С другой стороны бэкается команда Сайгон Джокерс. Но Маукай телепорт. Маукай телепорт. Здесь нельзя брать барона ни в коем случае. Просветка будет. Просветка будет. Но можно попробовать забейтись. Опасно. 4 на 5. Нужно чтобы вот Сайгоны уже начинали брать на шорт. Тогда можно будет заходить, что-то придумывать. Пока что ситуация не располагает к этому. Дабл Сиджилов Мелис хорошо проходит тут. Лебланки. Ингибитор потихоньку ломали миньоны. Но подходит сюда Макай. То есть ингибитор только-только среспаунился. А уже третий потерял здоровье. Из-за того, что было много очень миньонов. И как только ингибитор среспаунился. Они все перегравились на него. Я думаю это не так критично. Воу. Сиджилов Мелис вносит кучу урона под ультимейтом. Мимик. И разумеется для Азира это крайне неприятная новость. Итак. Какие у нас условия для победы Сайгон Джокерс? Их больше чем у Эзерус Гейминг. Во-первых, это Лебланк, который убивает Калисту или убивает Азира. Как только это происходит, после этого не могут из-за Росгейминг отпушивать. И если они сражаются, то они этот бой проигрывают. То есть они начинают играть резко пассивнее. У Сайгон Джокерс есть возможность забрать пятого дракона и навязать бой. То есть опять-таки, уже все зависит от Лебланка. Зависит от всей команды, как они этот бой проведут. И проведут подготовку к нему. Есть возможность играть через Барона и как-то подловить. Вот сейчас, например, из Росгейминг, если они очень сильно подставятся. Пытаются из Росгейминг взять этого Барона на Шора. Подходят туда все команды. Сайгон Джокерс будут инициировать. Да, врывается урон на Сантеист Адвансе. По нему сразу отвечают. Здесь ультимейт идет от Калисты. Впрыгивает Алистар. О, сколько урона теряет! Сколько урона, точнее, получает этот Маукай. Здоровье теряет слишком быстро. Джинкей вне позиции. Отходит дальше. Прайд пытался танчить, но не тут-то было. Не все-то хорошо получается. Отличная стенка здесь. Кладес играет. Уже минус Люссен. Минус и бланк. Играют дальше из Росгейминг. Возможно, всех по забирают. Здесь Джинкей играет по Азире. Но это недостаточно. Флэш был выбит из Азира. Но и, скорее всего, Ро умлет по нему. Слишком много всего. И умирает также там. Кенч Цу не смог уйти. В итоге это потрясающий размен для команды из Росгейминг. Четыре в одного. И они должны закончить эту игру, потому что ингибитор открыт на боте. Открыт ингибитор на боте. Они должны забирать минимум на две стороны. Это минимум. И поскольку Рексай возвращается на пол-хп по своему ультимейту. Здесь действительно нужно игру заканчивать. Джинкей может почти погибнуть. Подкидывание идет от Кладеса. И некуда было бежать этому Грейвсу. Экстерминио делает из Росгейминг. И со счетом 24-3 может эту игру закончить. Потому что слишком большие тест-таймеры у игроков Сайгон Джокерс. И я не могу в это поверить. Команда из Росгейминг выигрывает Сайгон Джокерс. В этом безумном матче. Вот уж действительно матч дня. Такого мы наверное не ожидали. Что во-первых игра будет очень напряженной.